Доброе утро! Сегодня с вами я, Дарья Черная, и я вам расскажу, как провести день с пользой для вас. Доброе утро! Чтобы повторно использовать сковороду сразу после того, как вы только что готовили на ней и быстро устранить неприятный привкус того, что жарилось на ней ранее, прогрейте на сковороде кусочек имбиря толщиной в 1 см. Он уберет посторонние вкусы и запахи. Охлажденной водой после варки картофеля или макарон можно и нужно поливать комнатные цветы. Питательные вещества, содержащиеся в ней, понравятся вашим растениям. Чтобы картошка в мешке не прорастала, положите в картофель яблоко. А если вы вдруг пересолили суп или бульон, положите в него очищенную картофелину, и она уберет лишнюю соль. Остатки вина можно заморозить в формочке для льда и потом добавлять в соусы для мяса и салатов. Ни в коем случае не кладите ножи в посудомоечную машину. От высокой температуры они становятся тупыми и лезвия сильно портятся. Чтобы продлить время службы хорошего ножа, вытирайте его насухо после использования и храните в сухом месте. Не следует хранить помидоры в холодильнике. Из-за перепадов температуры этот овощ теряет свои вкусовые качества и меняет консистенцию. Лучше всего хранить помидоры в бумажном пакете или же разложить их в один слой в картонной коробке. Помидоры так могут храниться от 5 до 7 дней в зависимости от степени зрелости. Для того, чтобы макароны получились идеальными, берите кастрюлю больших размеров. Именно так делают итальянцы. В ней макароны проварятся равномерно и не будут клейкими. Обязательно посолите кипящую воду перед тем, как бросить туда макароны и добавьте в воду каплю оливкового масла. Об этом, конечно, знают все, но мы еще раз напомним вам, что прежде чем поместить продукты на сковородку с маслом, ее обязательно следует тщательно разогревать. Если вы выложите ингредиенты на холодную сковороду, они прилипнут в процессе жарки, не совершая эту досадную ошибку. Не стоит оставлять сыпучие продукты в раскрытой упаковке. Воспользуйтесь канцелярскими зажимами, чтобы уберечь ингредиенты от пропитывания различными неприятными запахами и попадания влаги. Здоровый образ жизни очень актуален в наше время. И сейчас я вам расскажу несколько правил, как с пользой провести ваше утро, пробежав несколько километров на стадионе. Бег – это самый доступный вид спорта, ведь для него вам не понадобится никакое оборудование, тренажеры, никакие абонементы. Все, что нужно – это хорошие кроссовки и ваше желание. Также это отличный способ укрепить все мышцы вашего тела, сердечно-сосудистую систему, потратить кучу калорий и сжечь жир. Что делать, когда вы решили начать бегать? Определите свой начальный уровень. В беге нельзя торопиться. Чтобы не выдохнуться через 500 метров и не скрутиться от боли в боку, не начинайте сразу бежать изо всех сил. Лучше всего вообще начать с ходьбы. 40-60 минут прогулки в быстром темпе отлично подготовят вас к бегу. Затем можете начинать бегать в очень медленном темпе, чередуя бег с ходьбой. Темп должен быть таким, чтобы вы могли разговаривать на протяжении всей пробежки. Как только начинаете задыхаться, сбавляйте темп или переходите на ходьбу. Перед началом беговых тренировок вообще рекомендую обратиться к специалисту по стопе. Из-за индивидуальных особенностей вам может быть противопоказан бег без поддержки. И даже не думайте начинать бегать в кедах на плоской подошве. И даже обычные прогулочные кроссовки тоже не подойдут. Важно купить специальные беговые кроссовки, которые подходят именно вам. Это позволит избежать травм, а значит и разочарования. Всегда хорошо разогревайтесь перед тренировкой. Хорошая разминка делает тренировку легче. И вы сможете бежать дольше, снизив риск получения травм до минимума. Во время заминки наше тело остывает. Все наши системы возвращаются в стандартный режим работы. Для такого замедления достаточно пройтись пару минут после завершения пробежки. И не забудьте потянуть мышцы ног и бедер. Голова. Взгляд должен быть направлен вперед. Подбородок не должен быть прижат к груди или наоборот вытянут вперед. Плечи. Здесь все очень просто. Они должны быть расслаблены. Многие бегуны напрягают их, что вызывает физическую усталость и замедляет темп бега. Если вы почувствовали, что напрягли плечи, просто встряхните руки и постарайтесь их расслабить. Руки согните под углом 90 градусов, при этом не прижимайте их к корпусу и не размахивайте сильно в стороны. Двигайте ими максимально естественно. Корпус при этом держите ровно, не нагибайте его назад, либо очень сильно вперед. Ноги и ступни. Приземление должно приходиться на середину стопы, а не на носок или пятку. Отталкиваться нужно той частью стопы, где находится подушечка большого пальца. Вы как будто перекатываетесь, а не стучите пяткой о землю. Представьте, будто вы падаете вперед, а нога препятствует падению, и вес распределяется по центру стопы. Что касается дыхания, то существуют разные рекомендации и методики. Кто-то советует делать вдох и выдох только носом, кто-то наоборот только ртом, кто-то советует делать вдох носом и выдох ртом. Мой совет в этом всем очень прост. Дышите так, как вам комфортно и естественно. Если вы не задыхаетесь во время пробежки, значит вы бежите правильно. Чтобы бегать длительное время, нужно научиться получать от этого удовольствие и действительно полюбить бег. Помогут в этом хорошая музыка и красивый маршрут. Для меня бег – это способ снять стресс, расслабиться и побыть в своих мыслях. Не каждый человек привык завтракать с утра, но нужно начинать с малого. Сейчас я вам расскажу рецепт салата с грейпфрутом. Для первого десерта нам понадобится грейпфрут, половинка банана, молотая корица и мед. Разрезаем наш грейпфрут пополам. Далее мы проводим ножом по белым прошилкам и контурам грейпфрута. Делаем это для того, чтобы выделился сок и затем было удобно доставать мякоть ложкой. Сейчас выкладываем грейпфрут в форму для выпекания. Затем смазываем медом. Далее очищаем банан. Нам нужна половинка банана. И нарезаем кружочками. Кружочки мы эти будем выкладывать на наш грейпфрут. Выкладываем кружочки бананов сверху в произвольной форме. И сверху добавляем корицу. Теперь отправляем в разогретую духовку на 7-10 минут. В грейпфруте содержится большое количество витаминов, минералов и микроэлементов, а также особое вещество нарингин. Нарингин подавляет аппетит и поэтому его рекомендуют для тех, кто худеет. И, вопреки всеобщему мнению, нарингин никакого влияния на сжигание жира не оказывает. Охлаждаем 5 минут и можно подавать. Для следующего десерта нам понадобится грейпфрут, 1% творог, мед, банан, корица, грецкий орех и чернослив. Сейчас нам нужно отделить мякоть от кожуры так, чтобы кожура осталась при этом целой. Также делаем со второй половинкой. Сейчас мы мелко нарезаем мякоть и кладем ее баточкой из кожуры. Смешиваем в блендере наши ингредиенты. Мякоть, творог, немного чернослива, орехи, ложка меда. А теперь выкладываем полученную творожную массу в наши вазочки. Теперь украшаем наш десерт орехами и черносливом. Наши десерты готовы. Ну что, давайте их попробуем. Мало того, что получилось очень красиво, еще и очень вкусно. Ко всему прочему, грейпфрут улучшает пищеварение, и поэтому коктейли и смузи с ним очень полезны. Многие люди любят на завтрак яйца. Но как подать их оригинально и по-новому, мы сейчас вам расскажем в нашем сюжете. Яйца по-шотландски. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Для каждого человека существуют свои правильные привычки. Для меня важно выпить стакан воды с витаминами с утра. А какие привычки еще рекомендует наш сюжет, мы сейчас увидим. Привычка номер один – следите за своим гардеробом. Регулярно проводите в нем ревизию и избавляйтесь от тех вещей, которые уже давно висят без дела. И наоборот, фиксируйте, каких вещей вам не хватает, и фокусируйтесь на них во время шопинга. Привычка номер два – контролируйте свою речь. Следите за тем, чтобы ваша речь была правильной и богатой. Избавляйтесь от слов-паразитов. Особенно актуально это для мамочек, ведь дети впитывают все, как губка. Привычка номер три – замените лифт на лестницу. Если время вас не поджимает, то выбирая между лифтом и ступеньками, остановитесь на последнем. Это огромный плюс не только для вашей фигуры, но и для здоровья в целом. Привычка номер четыре – отслеживайте свой менструальный цикл. Для этого существует много разных мобильных приложений, но можно и по старинке, с помощью календарика. Привычка номер пять – занимайтесь творчеством, развивайтесь духовно, Найдите занятие для души и старайтесь регулярно выделять в своем графике время для него. Танцы, пение, рисование, курсы кроя и шитья, флористика – вариантов масса. Привычка номер шесть – делайте упражнения по фейсбилдингу. Смотрите видео на проработку базовых мышц на нашем канале. Привычка номер семь – отдых от косметики. Старайтесь не использовать декоративную косметику тогда, когда в этом нет нужды. Полюбите свою естественную красоту. Привычка номер восемь – больше ходите пешком. К сожалению, мы стали зависимы от транспорта – метро, автобусы, автомобили. Если у вас есть выбор – проехать одну-две станции или пройтись пешком, то правильный выбор – последний. Тем более, наконец-то погода нас радует. У каждого человека свои секреты воспитания детей. Например, для меня важно показать своим примером ребенку, что можно делать, что нельзя, потому что вы – главное, на что смотрит ваш ребенок. Будь хорошим родителем – это искусство, которое можно и нужно оттачивать всю жизнь. И пусть многое из того, что вы услышите в сегодняшнем видео, всем известные прописные истины, нам все-таки еще раз хочется рассказать о золотых правилах воспитания. Ведь каждая наша ошибка, слабость или потеря контроля над эмоциями ставит под удар самое дорогое, что у нас есть – наших детей. Правило номер один. Неважно, какой возраст у вашего ребенка, ему месяц, год или 10 лет, он прежде всего – личность. Этот маленький человечек вовсе не обязан жить вашими желаниями. И пусть вам кажется, что вы, как мама, лучше всего знаете, что ему нужно, стоит всегда помнить, что у него могут быть и собственные желания. Правило номер два. До пяти лет дети не ориентируются во времени, пространстве и расстояниях. Поэтому, когда вы злитесь на ребенка и говорите «Мы опаздываем» и «Давай скорее», вы делаете ошибки, ведь он в силу возраста не понимает, что вы от него хотите. И это вызывает у малыша только панику, а иногда и истерику. И если вам вдруг когда-то покажется, что ваш ребенок не понимает элементарных вещей, прежде чем упрекнуть его в этом, вспомните, сколько вам лет, какое у вас образование и сколько книг вы прочитали. И сопоставьте это с опытом малыша, который только учится ориентироваться в нашем мире. Правило номер три. Если вы все время находитесь в поисках эффективных способов наказания своего ребенка, начните с того, что накажите себя. Ведь в 99 случаях и 100 плохое поведение ребенка – ваша вина. Помните, что дети приходят в этот мир, не умея выражать свои чувства и эмоции, и учатся этому в первую очередь у родителей. Правило номер четыре. Вам кажется, что ваш ребенок постоянно капризничает, ноет и чего-то от вас требует? Отложите в сторону телефон, компьютер, швабру и кастрюли. И сядьте рядом с малышом. Кроху возьмите на ручки, а взрослого ребенка обнимите и просто посидите с ним рядом. Поверьте, в этом случае понимание придет гораздо быстрее. Помните, дети расцветают от внимания и начинают чахнуть от равнодушия к ним. Правило номер пять. Молчание – золотой фундамент отношений. Прежде чем вы крикните или поругаете ребенка из-за своей усталости, плохого настроения или неудачного дня, возьмите паузу и ответьте себе на вопрос, а так ли это важно. Правило номер шесть. Никогда не сравнивайте детей. Если вам кажется, что ваш ребенок – маленький монстр и манипулятор, а у подруги дети – ангелы, которые моментально засыпают, читают в два года и знают стихи Пушкина наизусть, вспомните, что это, скорее всего, лишь одна сторона медали, которую вам хотят показать. Все дети разные. Не надо желать, чтобы они были как все. Давайте им волю быть самими собой. Любите своего ребенка, а не идеальное представление о нем. Уважайте своих детей, и это всегда будет взаимно. Я знаю, что любая мама может воспитать гения. Убедитесь в этом, посмотрев наш следующий сюжет. В престижном Линкольн-центре перед сотнями зрителей Нью-Йоркский филармонический оркестр исполнил музыку, которую написали два 11-летних композитора. Палома Динелли Чески учится в пятом классе в Нью-Йорке. Она поет и играет на пианино. Для оркестра написала песню «Возрождение» о том, как человек преодолевает трудности. Слова тоже ее. Кроме того, она записала партии для каждого из 106 инструментов оркестра. Ко мне подошли и сказали, хочешь написать это для полного оркестра, тебе выделят месяц. Чувства были смешанные. Полный оркестр, один месяц, первый раз. Никогда этого не делала. Произведение будет играть филармонический оркестр. Было очень много эмоций. 11-летний Макс Кокахо учится в шестом классе. Он играет на скрипке и пианино и написал произведение «Ашиантроз» о жизни людей в воображаемой стране. Я не очень понимаю, какой была моя главная цель. Главное было то, что в моем распоряжении был целый оркестр. Я подумал, могу ли я начать с одного большого аккорда. Два одаренных музыканта посещают образовательный курс «Очень молодой композитор», который работает с 1995 года. Здесь развивают способности детей к написанию музыки. Во время занятий дети обсуждают ноты, тона, настроение музыки, а также учат теорию. Детей учат писать как сольные партии, так и музыку для ансамбля. Но главное – прийти к тому, чтобы сочинять собственную музыку. Каждый ребёнок в этой комнате создаст 3-4 произведения уже в рамках этого курса. Преподаватели будут их направлять и вдохновлять. Каждый ребёнок сам пишет каждую ноту. Программа «Очень молодой композитор» есть не только в Нью-Йорке. Подобные также работают в других городах США, Европы, Азии и Южной Америки. С вами была Дарья Чёрная, и я вам желаю насыщенного и продуктивного дня, чтобы он закончился великолепно. Пока-пока! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова